Доброе утро! Пару минут полезной информации готовы предложить рубрика по вашим письмам от Юлии Юрьевны. Сегодня первый вопрос. Наше общежитие получило статус многоквартирного дома, после чего управляющая компания заявила, что кухня и подсобные помещения на этажах не являются долевой собственностью. Скажите, так ли это или все же кухня часть общедомового имущества? Юлия Юрьевна, вопрос очень серьезный, вопрос о праве собственности. Чтобы установить, относится это помещение к общей долевой собственности, нужно установить, было ли оно предназначено для обслуживания всех жилых помещений в доме на момент появления второго собственника. Если на момент появления второго собственника это помещение было предназначено для обслуживания всех помещений, то на него распространяется режим общей долевой собственности. Второй собственник в данном случае – это любой появившийся, помимо того, кому общежитие принадлежало единолично. К примеру, это может быть человек, первым приватизировавший свою комнату. Если на момент его появления кухней пользовались сообща, значит, она и будет относиться впоследствии к общедалевому имуществу. От Ольги еще один вопрос сегодня. При приеме налоговой декларации инспектор предупредила меня, что повышаются требования к качеству бумаги, на которой распечатывается декларация, а также ужесточаются общие требования к заполнению декларации. Скажите, так ли это? Ольга, действительно, это так? Новые требования связаны с переходом на электронный документооборот. Есть статья 80 Налогового кодекса, пункт 7, в котором право устанавливать формы и порядок заполнения налоговой декларации предоставлено Федеральной налоговой службе. Это налоговый кодекс, статья 80, пункт 7. Так вот, Федеральная налоговая служба в целях обеспечения автоматизированного ввода налоговой декларации, представленных на бумаге, в электронную систему данных, значит, установила порядок и установила требования к бумажному носителю для того, чтобы сканеры могли этот бумажный носитель обработать. Помимо требований к качеству бумаги, есть и другие. К примеру, листы декларации теперь не должны быть скреплены степлером. Не принимаются декларации, напечатанные на обеих сторонах листа. В обязательном порядке на декларации должен присутствовать штрих-код. Его наносит специальная бухгалтерская программа. Я напомню, координаты рубрики «Телефон 2-633-100», абонент «Утро» или электронная почта «Утро-собакарефей.ру». Пишите нам, звоните. А я, Светлана Ларханит, желаю вам удачи в делах. До встречи.